Добрый день. Хочу откровенно поделиться результатами своими. Я имею в виду свой собственный бизнес. Я не буду называть, каким-то образом рекламировать свою компанию и продукт. Я просто скажу, в какой сфере я действую и какие у меня результаты. Результаты. Неполных 8 месяцев, 5300 с лишним человек, партнеров, в 37 странах мира. Бизнес создан в интернете. Продукт материальный, физический. Доставляется курьерской службой на дом. Во все страны мира. Чек от товарооборота организации растет и за 8 месяцев с первого чека, а первый чек был 1500, вырос почти в 10 раз. Вполне приличные доходы и вполне приличные результаты. Я вот думаю, в чем причина? И можно ли сделать бизнес еще более эффективным? Причина в том, что продукт, идея, бизнес, организация сбыта, система построения организаций партнеров. Все это вместе, плюс ситуации на рынке совпали, совпали и дали вот такой результат. Продукт распространяется вирусно. И сделано, организовано это распространение не само по себе вирусно. Вот такой продукт замечательный, что вот оно раз и распространяется. Один, как говорят, чекнул и заразил десятки людей вирусом. И те продолжают, и те, и те, как эпидемия. Как лесной пожар, как стремительное распространение, неуправляемое и неконтролируемое. Нет, конечно. На рынке не те времена, чтобы такой результат иметь. Требуется усилие, требуется понимание процесса и время. Но, тем не менее, элемент вирусности явно присутствует. Ну, первое, почему? Ну, вообще, для того, чтобы вот немножко теории. Если вы обратитесь к литературе, которая, и вообще к материалам, которые описывают, что такое вирусное распространение, какой-то продукта, какого-то продукта, товара, услуги или идеи, то вы определите, что для того, чтобы это происходило, первое, главное условие, идея, продукт, товар, то, что подлежит распространению, должно быть достойным того, чтобы это распространялось вообще. То есть идея должна быть весомой, животрепещущей, волнующей большое количество людей. Второе, о людях. Нужно идентифицировать группу людей, на которых ориентирован этот продукт и товар. Чем шире представлена на рынке эта аудитория, чем больше по количеству людей заинтересовано в получении такого продукта, тем больше шансов на то, что этот вирус будет стремительно распространен. Третье, нужно донести до людей саму суть, как можно быстрее до большого количества людей, чтобы выявились лидеры, то есть люди, которые возьмут на себя организацию распространения этого продукта. Нужно как можно быстрее донести важность идеи, ее значимость и ее полезность для большого количества людей. И сделать это надо тому, кто организовывает процесс, как можно быстрее, чтобы появились очаги, то есть люди, которые возьмут на себя лидирующие позиции, лидирующие положения. Четвертое, нужно продумать систему и дать инструменты людям, которые будут этот вирус распространять. Чтобы у них была готовая машина, механизм, комплект инструментов или каких-то материалов сопутствующих. Вообще целый комплекс возможностей, чтобы они могли не сами по себе, как попало, неорганизованно, а системно распространять эту идею. Мало того, что они возбуждены от ее полезности лично для каждого из них, но они еще имеют инструменты, какую-то систему для того, чтобы это было сбывать, можно было сбывать. Четвертое, нужно их научить простым действием. Они должны знать, что делать, как говорить, как распространять этот продукт. В третьих или в пятых, уже не знаю. Нужно сделать все, чтобы постоянно вызывать у людей удивление, восторг. Чтобы потрясти их спокойствие. Вот это да! Неужели это правда, должны говорить люди? Вот это да! И это достигается только одним. Результатами, которые производят этот продукт, распространяемый вирусом. Истории людей. И, наконец, нужно заранее примириться с тем, что вирус не вечен, что у него существует определенный жизненный цикл, и что рано или поздно такое стремительное распространение завершится. Вот основы, на которых стоит вирусный маркетинг. То есть, когда продукт распространяется от человека к человеку, от человека к человеку к человеку, стремительно, быстро, захватывая все новые территории, все новые группы людей, и вызывая желание все больше и больше распространять продукт. Все большим и большим количеством людей. Ну, а теперь, это, так сказать, такие фундаментальные, теоретические основы. А теперь, если говорить применительно к тому, чем я занимаюсь. На дворе кризис. Причем каждый день информационные сообщения из интернета, из телевидения, из газет, из всех источников, говорят о том, что этот кризис углубляется. И что времен хороших ожидать в ближайшее время не приходится. То есть, люди в напряжении. Люди сейчас деньги, которые у них есть, поджимают. Стараются как можно больше заработать. Ищут возможности. Экономят. Так в целом ситуация выглядит. Экономики потряхивает. Кровью экономики, любой экономики, любой экономической системы является топливо. В цену каждого произведенного продукта закладывается цена затраченных денег на топливо. Бензин, дизельное топливо и другие источники. И цена на топливо в связи с этим не может падать. Плюс на территории русского говорящего рынка, страны бывшего Советского Союза, там есть особая такая ситуация, отличающая наш рынок от всех других. Американского, европейского. И европейского качества топливо страдает. Машины дорогие, хорошие. Европейско-американские, азиатские, японские, немецкие, итальянские, американские машины, автомобили. Дорогущие. А топливо дерьмо. Столкновение интересов. И как-то эту проблему люди должны решать. Цена растет на топливо, качество страдает. В Европе это не актуально, а у нас да. Плюс экология в жутком состоянии. И главный загрязнитель автомобиля. И вот тут выходит продукт, который реально работает. И компании всего 5 лет. Она уже себя и зарекомендовала, и продукт проверен. А распространение еще не получилось. Не началось массовое. На нашем рынке в частности. Не буду вдаваться причиной этого. Но суть такова. И вот 8 месяцев назад, я понимаю, как продукт распространяется вирусно, испытав на себе и проверив этот продукт на своем автомобиле, убедился, что он реально, действительно работает. То, о чем пишут в интернете, многочисленные истории, свидетельства, заявления на официальных сайтах и так далее. Продукт реально работает. Я на своем баке 90-литровом BMW X5 проезжал 850 километров максимум, а с этим продуктом 1050. Я экономлю 10, 15, 20 и более процентов. Каждый шестой бак, а это больше 100 долларов, в Европе больше 100 евро, бесплатно. За 8 месяцев я сэкономил уже почти 1000 долларов. Это реальная экономия, реальные деньги. И плюс, состояние автомобиля совершенно другое. Ремонтеры мои, специалисты, BMW-шники удивляются, почему у меня в таком состоянии топливная система. Трубы там, выхлопные эти и все. И так, у каждого, кто использует этот продукт. Раз это так, значит, нужно дать людям возможность распространять этот продукт вирусно. Определить аудиторию, кому это надо. Оказывается, всем. Оказывается, всем. Потому что продукт это от мопеда до большегрузного автомобиля. От мотороллера водного до сухогруза. Всем надо это. И для того, чтобы выйти на рынок и масштабно проникнуть во все регионы быстро, нужна система сбыта этого продукта. От человека к человеку. То, чем занимается сетевой бизнес. Глядя лицо в лицо. Опираясь на свои собственные результаты. Другого способа распространить этот продукт стремительно и быстро, и эффективно нет. Только сетевая система. И мы дали людям инструмент. У нас есть система, которая называется ПравТВ. Каждый получает свой собственный сайт, клон. И заводит людей на этот сайт. И там цепочка информационная так создана. Инструменты плюс подготовленные спикеры, которые в интернете, в прямом эфире, демонстрируя все, что требуется продемонстрировать, и опираясь на живые истории живых людей, дают возможность людям, каждому, даже ничего не соображающему в сетевом бизнесе, новичку, только лишь завести человека на сайт, и получить готового клиента или партнера. И таким образом все растет. За 8 месяцев, повторяю, 5300 с лишним человек в 37 странах мира. Люди сидят в маленьких районных городках и строят организации по всему миру. У меня есть человек, его зовут Виктор, он пенсионер, шахтер с севера, с Воркуты. В месяц зарабатывает на 6, но через полгода более 5000 долларов. Распространяет этот продукт через нашу систему. Есть парень молодой, ему 24 года, он зарабатывает более 7000 долларов в месяц, сидя в своем родном городе российском и имея структуру более 3000 человек в разных странах. И так далее, и так далее. Одни более активные, другие менее активные. Но суть одна. Аудитория заинтересованных людей огромная. Что говорить, как действовать? Очень просто. Завести людей на сайт. А дальше готовая система. Записанное видео, дозированное, разнесенное по времени, правильно поданная информация, плюс живой эфир, и истории, многочисленные истории живых людей. Все это вместе дает возможность распространить нужный сегодня всем продукт вирусный. Ну и потом, автомобильная тема, надо признать, что люди не будут вкладывать деньги в себя, в свое здоровье, в свой внешний вид, то, чем, собственно говоря, больше всего занимает сетевой бизнес. А, как это ни парадоксально, больше вложить денег в свою машину. Надо признать. Машина – это нечто такое особенное. Автомобиль для людей, для сетевиков вообще автомобиль, это же фишка. Если в программе есть автомобильная тема, когда за хорошую работу дают автомобиль, ну, тогда бизнес стремительно развивается. У каждого сетевика в мечтах записан автомобиль. Мерседес, там, я не знаю, Ауди, БМВ, Ламборджини, Жигули, не знаю, что, но автомобиль – это мечта, это вожделенная цель любого сетевика автомобиля. И, когда вокруг автомобильной темы бизнес, то, конечно, он вовлекает в себя большое количество людей. Огромное количество людей. И неважно, кто чем занимается. Девочка из компании сетевой, которая занимается косметикой, или мужчина взрослый, который занимается пищевыми добавками и беспокоится о своем здоровье, но ездит на своем «Шевроле» или, я не знаю, там, на… Да неважно, на какой машине. Его машина, его «Миссан», его «Мерседес», его что угодно. Калина. Его. Каждого из нас машина, родная. Ну, и потом, просто драматическая миссия, просто вот это откровение при использовании нашего продукта вредные выхлопы снижаются почти до ноля. Все топливо сгорает, и нет вредных выхлопов. Нет выбросов в атмосферу. И, наконец, в этих пробках можно будет дышать. Если все сетевики хотя бы объявятся, объединятся, а нас миллионы, то же мы же можем совершить революцию просто. Мы можем освободить свои города от этого ужаса, который тысячи тонн поднимается в небо, вредных веществ, потом падает на головы нашим детям. Потом мы удивляемся, почему у них лейкемия или еще какая-нибудь зараза. Кто-то же должен подумать об этом. Все это вместе и дает эффект. в бизнесе. Здесь реально любой человек, есть у него машина или нет, имеет он сетевой опыт или не имеет. Любой человек, если он трудится, если он выполняет простые действия, выдает в нужных количествах, большого количества людей, информацию, которая ведет этих людей на сайт в нашу систему, который называется прав.тв, этот человек обречен на сумасшедший успех. Ну и то, что я сказал, закон природы таком, что идея, любая идея имеет жизненный цикл, и вирусность тоже ограничена какими-то рамками. Когда рынок насытится, новизна спадет, то вирусный принцип исчезнет. И распространять этот продукт, возможно, станет сложнее, как это обычно бывает. Поэтому очень важно торопиться. Я рекомендую всем зайти на сайт, который указан здесь внизу в ссылке, и внимательно посмотреть, вникнуть, вникнуть в суть дела. И, возможно, вы поймете и увидите, что для вас это реальный шанс воспользоваться в условиях нарастающего кризиса ситуации, которая позволит вам не только выстоять, выдержать, но преуспеть. Чем круче времена, чем ужаснее ситуация на рынке топлива, тем, как это не парадоксально звучит, тем больше шансов у вас разбогатеть. Я желаю вам удачи. До свидания.